Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос про особое отношение к людям, которые уехали за границу, да? И, соответственно, автор вопроса хочет, чтобы, как бы, объяснили с точки зрения психологии, почему, когда человек уезжает за границу, к нему появляется некое особое отношение, когда он приезжает, да, то складывается сразу такое впечатление, да, что у человека ничего не получилось, как бы, и, соответственно, отношение к нему несколько меняется. Вот. Давайте постараемся разобрать вопрос, который вы задаете. Смотрите, во-первых, с точки зрения психологии, это можно объяснить как угодно, да? Потому что все люди разные и у всех свои мотивы, у всех свои предпочтения, да, у всех свои проблемы, грубо говоря. Кто-то может завидовать, кто-то может идеализировать другие страны, вот. Ну, вот, в силу, в силу ряда причин, так скажем, вот. Ну, на мой взгляд, это не так важно, да? Вот. С точки зрения психологии, вот то, что, ну, я мог бы ответить, например, это, пожалуй, то, что всегда была такая история, что людьми как-то вот идеализировалось то место, где их нет. Вот. Даже такая песенка есть, где нас нет у одного исполнителя. А вот, соответственно, данная история именно про это. То есть, когда человека где-то нет, он, соответственно, не видит чего-то и начинает это идеализировать. Естественным образом. А человеку свойственно идеализировать или деидеализировать, то есть, обесценивать излишне всё, что он не видит. Вот. Иногда, и даже если он увидит, это не делает какой-то погоды. Вот. Вот. В культуре России принято говорить так, что у нас всё плохо. И вообще, как бы, никакого просвета нет, не будет и вот. И, соответственно, из этого получается, что на самом деле люди идеализируют заграницу, да? Ну, я бы сказал, наверное, что это нормально. В рамках вот той ситуации, которая в целом вот происходит, да? В рамках этой ситуации, наверное, это нормально. Конечно, это не хорошо и не полезно для людей, вот, но это нормально. И, соответственно, проблему, ну, проблему можно было бы решить. Работаю с менталитетом, вот, но для этого нужно желание. Желание есть, как вы понимаете, далеко не у всех, далеко не у каждого. Поэтому отсюда вот такие аспекты появляются. Но всё же важнее, как мне кажется, важнее, то, как конкретно вас задевает этот вопрос. Как мне кажется, то есть вы сами как конкретно вовлечены в это, да? Стеряли ли вы друзей на этой почве? Может быть, ссорились с кем-то? Вот, может быть, ещё какие-то были негативные моменты у вас. То есть это вот нужно, ага, поисследовать как раз-таки, чтобы вам разобраться в себе. Не в других людях пытаться разобраться, а вот, а именно в себе. Вот именно в себе. Именно лучше, вот, что называется, себя понять. Это куда более легче сделать, чем по-настоящему объяснить поведение других людей. И так вы будете более независимы от тех же самых других товарищей. Вот какой-то такой ответ я мог бы вам дать с точки зрения психологии. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обращаю ваше внимание на то, что обратная связь в первую очередь нужна для вас, чтобы вы сформулировали для себя основные направления, начальные хотя бы, психотерапевтические. Да, да, то есть, ну, в каком направлении вы хотели бы двигаться с психологом, да, то есть, вот, куда бы вы хотели двигаться с психотерапевтом, вот, например. Вот это то, на что вам нужно обратить свое внимание сейчас. На этом всё. Я желаю вам удачи. Всего самого доброго. Спасибо.